Всем здравствуйте. Звезда сериалов и многих других киноработ Вячеслав Гришечкин 4 года пребывал в глубокой депрессии из-за оборвавшейся жизни супруги. Но недавно артист словно заново начал жить, потому что встретил новую любовь. Подробностями поделились актер и его возлюбленная. История любви Вячеслава и его жены Анны была непростой. В молодые годы артист женился на подруге своей возлюбленной в тот же день, когда она сама праздновала свадьбу с его другом. В первом браке у артиста родилась дочь. Но уже к тому времени он понял, что совершил большую ошибку в своей жизни, так как выбрал совершенно не ту женщину, которую любил всем сердцем. Вскоре он все-таки рассказал о своих чувствах Анне, между ними вспыхнул бурный роман, а позднее влюбленные развелись с нелюбимыми людьми и узаконили свои отношения. Вячеслав и Анна прожили в браке 25 лет. Но в 2017 году жизнь жены Гришечкина оборвалась из-за онкологии, а его собственная навсегда разделилась на да и после. Артист впал в глубокую депрессию. Он перестал появляться на публике, встречаться с друзьями и отмечать праздники. Вячеслав считал, что это он виноват в трагедии жены. Однако недавно артист был замечен в компании дамы, продюсера Дианы Бичаровой. Как оказалось, именно с ней Гришечкин уже некоторое время пребывает в романтических отношениях. Мы познакомились на дне рождения нашего общего друга. До недавних пор мы от всех скрывали нашу связь, говорит 59-летний Вячеслав. Даже наши самые близкие друзья узнали об этом совсем недавно. Мы оба – взрослые люди, у которых за плечами тяжелые испытания. С таким опытом сложно бросаться в омут с головой и уходить в любовь. Поэтому, пока мы не убедились в том, что понимаем друг друга в основных позициях. Мы не хотели ничего афишировать. Незадолго до Нового года мы стали жить вместе. Это уже серьезный шаг для нас обоих. Про свадьбу мы пока не думаем, хотя Диана недавно сказала, что она уже посматривает в сторону белых платьев. Я это запомнил. Мы бы хотели куда-нибудь съездить отдохнуть вместе, но с этим ковидом не можем ничего загадывать, уточнил актер. Стоит отметить, что у влюбленных существенная разница в возрасте – 26 лет. Но по словам Дианы, для нее это совершенно не помеха. На своем дне рождения я представила Славу своим родителям, говорит 33-летняя Бичарова. О неделе раньше он меня познакомил со своим племянником Максимом и его девушкой. О прошлом Славы мы говорили всего один раз и решили к этой теме больше не возвращаться. Я бы не хотела слишком затрагивать этот вопрос, никто не знает, насколько сильная боль у человека внутри. Но однозначно, к моменту нашего знакомства Слава научился с этим жить. У Славочки очень много гастролей и съемок, а я полностью подстраиваюсь под его график, поделилась Диана. Как же надо кабриста, я готова поехать за ним даже на край света. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.